Он горит! Новогодняя ёлка, сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка. Праздничный вечер для ребят из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» прошёл в Севастополе 27 декабря. На концерт пригласили самых близких друзей. Сегодня у нас на празднике присутствуют наши друзья, полумощные по правам ребёнка, судебные приставы, нотариальная палата, депутаты законодательного собрания. Мы очень рады, что без всяких приглашений к нам приходят и вместе с нами проводят этот праздник. Воспитанники детского дома читали стихи, пели песни и даже подготовили целое представление. Каждый исполнил свою роль. В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» – 19 ребят разного возраста. Они занимаются творчеством и спортом, и, как все дети, очень любят мультфильмы и кино. Поэтому и подарки получили полезные – скейты, мольберты и большой телевизор, за которым соберутся дружной компанией. Для детей очень большой праздник. Мы приехали с ним очередными подарками. Хотим поздравить их и пожелать им в следующем году счастья, здоровья и всего самого лучшего. И надеемся, что в 2020 году им сделают детский дом, который должны были ещё открыть в 2015 году. Но в последующий день не открыли. Думаем, что их мечта сбудется. Подарки – не главное, говорят Максим Бутченко и Анастасия Стишенко. Наш дом давно мечтает переехать в новое здание. Побольше пространства, чтобы отмечать яркие, хорошие праздники, как Новый год. Хотелось бы спортивный зал большой. Отдельную комнату личную, большую столовую, кухню. Все вмещались, чтобы не было суеты. Как говорится, в честноте это не в обиде, но хотелось бы новое здание. Детей пришло поздравить уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе. Марина Песчанская отметила, что вопрос о переезде назрел давно. Дети, которые находятся в этом учреждении, по-прежнему находятся в ненадлежащих условиях. И моя мечта, которая, собственно, и переходит планомерно в действие, это чтобы дети перешли в Центр содействия семейному воспитанию, который по прогнозам должен находиться по адресу Горпищенко-2. Проблема размещения воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, наш дом находится на контроле у Анны Кузнецовой, уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка. Однако вопрос до сих пор не решён. По словам Марины Песчанской, проблемой занимаются городские власти. Прислано письмо мне по моей заявке, подписанное Солодовниковым, что документы находятся в всем наследии, и что часть территории должна, как исторический памятник, должна быть удалена из общей территории. Но гос и ныне там. Детский омбудсмен выразила надежду, что в 2020 году дети, наконец, обретут новый дом. Екатерина Коломеец, Дмитрий Фомин, Севенформбюро.